Областная дума на своем последнем заседании отклонила проект региональной прокуратуры, который позволил бы причислять к обманутым дольщикам всех граждан, независимо от того, какой объем средств по договору долевого строительства они внесли. Документ уже на стадии обсуждения, назвали популистским. Для самих прокуроров подобное развитие событий стало неожиданностью. В растерянности зам областного прокурора Павел Мельник, комментируя произошедшее, даже проговорился, что ведомство может обжаловать решение депутатов. Отметим, что действующее законодательство и конституционный принцип разделения властей не позволяют прокуратуре обязывать депутатов принимать тот или иной закон. Между тем, это далеко не единственный конфуз, который случился с прокурорами в областной думе. Ретроспектива законодательных инициатив ведомства Сергея Филипенко в нашем следующем сюжете. Провал законопроекта о дольщиках еще свеж в памяти. Оттого народным избранникам несложно давать оценки инициативе областного прокурора Сергея Филипенко. В этот раз инициатива прошла обсуждение на рабочих группах и профильном комитете. Но на вопросы, которые возникали у депутатов, внятных ответов получено не было. Я и некоторые наши коллеги высказали одно только сомнение. Количество обманутых дольщиков. Мы никак их не можем посчитать. Если это большое количество, то это повлечет дополнительные затраты на выделение из бюджета таких средств. Примерно одна квартира, если мы считаем 1 миллион рублей, то если 30, то уже 30 миллионов рублей. То есть мы никак не можем понять, сколько нужно, если нужно выделять все денежные средства, то нужно заключение губернатора. Его заключения не было. Прокуратура говорит, что мы не можем пока знать, пока не будет составлен реестр. То есть вот этот замкнутый круг, из которого пока мы не можем найти выход. Есть и, прямо будем говорить, поддержка Дома РФ. Она на сегодняшний день, благодаря работе, помощи Вячеслава Викторовича, все ближе. Но опять же, и мы можем подозревать, что тот же Дома РФ скажет, ну мы вам даем, а вы уже тут расширяете в отношении тех, кто внес 10%, 15%. Это тоже тема. Будет порог отсечения или не будет? Ну, авторы законопроекта считают, что порога отсечения быть не должно. То есть, если хоть рубль заплатил, уже есть право или получить обратно деньги, или, доплатив до жилого помещения, получить квартиру. Законопроект, предложенный прокурорами, подразумевает, что деньги дольщикам будут выплачивать инвесторы, которые подключатся к решению проблемы. По задумке надзорного ведомства, в качестве компенсации застройщики получат земельные участки. Но при этом сама областная прокуратура сейчас делает все, чтобы отпугнуть организации, которые готовы включиться в решение проблем пострадавшихся инвесторов жилья. Вал судебных исков, оспаривающих выделение участков под строительство, отсутствие самих земельных аукционов в Саратове. Какой инвестор на этом фоне захочет рисковать своими средствами? Еще более неприятная история произошла с законопроектом, вводящим штрафы за продажу Айкосов, устройств для нагревания табака детям и подросткам. С ней прокуроры вышли в Думу еще в августе этого года. Поправки вносятся в соответствующую статью 2.5 законно-саратовской области об административных правонарушениях, который уже предусматривает ответственность за продажу электронных систем доставки никотина. Система штрафов не меняется, она остается на том же уровне, то есть от 3,5 тысяч награждан, на должностных лиц от 6 тысяч рублей и на юридических лиц от 15 тысяч рублей. За прокурорский законопроект депутаты в итоге проголосовали. Скандал разразился уже после. Фактически документ приняли с нарушениями. Оценка регулирующего воздействия закона, похоже, оказалась фикцией. Об этом конфузии мы уже рассказывали ранее. Проведенный редакцией опрос экспертов, якобы дававших свои оценки законопроекту, показал, большинство узнало о прокурорской инициативе от журналистов. Ну, спасибо, что я узнал от вас об этом. Меня не раз привлекали, то предупреждали или приглашали на заседание, на котором говорили, какая повестка, суть законопроекта. Ну, к этому, естественно, подготовишься сам, свои мысли приведешь в порядок. Но здесь ничего не было. Вот бы подчиненным Сергея Филипенко и проявить принципиальность, провести соответствующую проверку в случае выявления нарушений, а протестовать принятое решение. Но нет. В ответе на редакционный запрос надзорное ведомство перекладывает ответственность на Минэкономразвитие. Общественников, мол, с ними инициатива широко обсуждалась, да и на самих депутатов, но они же проголосовали. Что же до информации о нарушениях, будем признательны за ее представление в прокуратуру, пишет Иван Гусев, старший помощник Сергея Филипенко. Здесь возникает резонный вопрос. Не об упиющих ли нарушениях мы рассказывали в материале «Конфуз прокуратуры» от 5 ноября. Или этой информации недостаточно для принятия мер прокурорского реагирования? Много вопросов возникло и к инициативе Сергея Филипенко законодательно узаконить тихий час. В надзорном ведомстве предлагали штрафовать нарушителей тишины не только в ночное время, но и в дневное с 13 до 15 часов. Чем обернулось бы принятие подобной инициативы, сейчас сложно представить. Прокуроры после вала критики свой законопроект отозвали. Те же, кто участвовал в обсуждении, отмечали, что и действующий закон о тишине в регионе фактически существует лишь на бумаге. Тогда зачем плодить законодательные фантомы? Я могу ответственно сказать, закон о тишине не работает. Ну, например, допустим, у нас начали где-то в 2 часа ночи, в 3 часа ночи копать канал около дома. Я вызвал полицию, полиция приехала, зафиксировала. Но механизма борьбы с законом о тишине на сегодняшний день не существует. У нас нет механизма, понимаете, нет механизма, у нас никто не обладает полномочиями наказать за нарушение закона о тишине. Он формально есть, а формально его нет. Даже беглый анализ показывает, что законопроекты, предлагаемые прокуратурой, скорее лишь создают видимость работы ведомства. Для чего это делается? Может быть, для улучшения отчетности, а может быть и для удовлетворения личных амбиций руководителей. Субтитры создавал DimaTorzok